эй ой с вами шмяки мы продолжаем приходите группу назвать the messengers окей мы с вами прошли испытание и стали настоящим гонцом не знаешь что это обозначает но обижали какой-то небесный город мы изменили и немного имидж как вы видеть такой плащик у нас появился мы истинный самурай чистой истинный самурай мне в этом уровне только не нравится гамма оставляющие этого уровня из-за того что слишком ярко поехали сохранение что случилось мне попался какой-то разрыв или что-то в том роде и теперь все выглядит совсем по-другому эй так вот это просто потрясающая шапка нет правда класс и соображение что могло со мной приключиться прости я все никак не отойду от вида твоей шапки тебе что-нибудь нужно улучшение из-за улучшения нас ничего новенького нету чатик и пущал как на про пожаловать в облачные руины обломки цивилизации гигантов которые когда-то жили в небесах вместо красивые но постройки кажутся шаткими да не лучше место для тех кто боится высоты насколько я высоко то есть на мой взгляд а с географической точки зрения ну ты в общем башню времени на вершине горы а затем вышел в самые высокие и точки стало быть сейчас ты довольно высоко наслаждайся видами как о чем ты хотел поговорить новый образ а почему все кажется таким другим знаешь я всегда думал как ты перенесешь последствия путешествия во времени похоже не не видение и правду лагер что прости помнишь тот момент в башню времени до тебе перенесло в будущее мило на именно так мило к чему ты хотел поговорить и что-то рассказать ну конечно вот тебе одна история жил был один голодайший маленький мальчик который иногда и не успевал возможности помочь анна сельчанам однажды он помог старику донести тяжелый спол из пшеницы и получил в благодарность краю ху хлеба поешь мой мальчик ты это заслужил молвил старик если ты хочешь еще кому-то помочь и в лесу ты найдешь двух гномов который куда холоднее тебя этот мальчик был очень чутким он тут же принял решение после недолгой прогулки и нашел гномов разделил между ними хлеб и оставив себе ни крошки спасибо тебе добрый мальчик просеяли гномы кажется ты снял с нас проклятие действительно некий дух желая покорить их за алчность наложил на них весьма неприятные чары они были изгнаны в лес а при них была волшебная мальчик так волшебная мельничка способна производить все что пожелает ее владелец однако магия этой мальчик мальчике могла подействовать только после того как гномом как коры незнакомец следующий веление своего щедрого бескорыстного сердца голодать для так держа при себе реликвию что стулит из изобилия поистине жестокая судьба только представить себе и удовольствие мальчика когда ему подарили этот волшебный предмет даже чего ты хочешь поверни рукоятку справа и мальчик произвели так произведет это в огромном количестве мельничка мальчик почему-то мне постоянно пояснили гномы поверни рукоятку влево и она остановится намал так намалов для двух гномов целую горы еды мальчик вернулся в деревню чтобы благо даря своей новопроебридной силе помочь ее жителям слава его росла но росла и зависть его старшие три однажды ночью она понял что большой не может этого выносить и украла сын ночного столько брата и мельничку ночного столько брата и мельничку и два пирога оставшихся после прошедшего канона пиром более того она взяла рыболовную лодку своей семьи надежды добраться на новые земли и там уже самой статью востребованной постоящество продуктов выйдя в открытом море она решила попробовать один из пирогов но в нем на ее вкус чего-то не хватало когда она подумала что она стала пора испытать мельничку и в действии дай мне соли сказала она повернув рукоятку вправо и она получила соль целый горы соли однако старшая сестра так и не разве и не поинтересовалась тем как остановить мельничку хватит мельничка хватит сначала раздражение потом волнение потом и вовсе придя в панику закричала на сборе соль наполнила лодку и под ним весом просто утонула говорят утонувшая мельничка работает и по сей день и именно поэтому морская вода такая соленая конец интересно но мне показалось что это скорее история для детей объяснявшие почему окружающий нас мир такой как он есть один а тебя трудно удивить а так может расскажешь историю мне а я ее оценю так значит ты хочешь найти в ней больше пищи для размышления ну так вот тебе память о том как злоба старшей сестры привела ее гибели злых и раздражают сильных людей с тех пор называют солеными ой и еще память о том как неудача старшей сестры в управлении мельничкой привела к ее гибели то люди про людей обманувшийся в своих ожиданиях и не получивший желаемого с тех пор говорят ушел из полно хлебовшие эй а это интересно ты и а я тут подумаю о том какую еще мораль даду соли можно из всего этого извлечь готов вам уйти ну погнали чтобы открыть нужно еще 36 не рычажков силы рычажков силой ах черт там шипы были а их сразу не заметил девича пискля так наверху там есть проход какой-то это да и есть да и тут тоже проход есть так бабки 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 так вверх по концам денежки деньжушки и моей бабки бабки hasta сохранение я сразу пронесло меня я чуть на коле не насел как обычно ага каев так внизу у нас есть какой-то проход здесь у нас есть проход скинг стэнг 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 стэс так стоять там еще что то есть теперь заново лей сюда почему вот эти не открываются порталыч у него тоже шапка у тебя что надо что нравится так вот почему тебя на голове такая же что ну у тебя такая же шапка да не моя у меня появилась раньше твоей а так вот в чем ты себе убеждаешь ладно сначала шапка появилась у меня и ты так пришел от нее в восторг ага точно все так и было конечно это правда слушай ты можешь сколько угодно отзываться признаваться очевидное чтобы сохранить лицо но это точно не собрать сработать в отношении того кто был с тобой рядом когда все случилось тебе что-нибудь нужно а нет в принципе меня на улучшение не хватит просто к нему лучше заходить мало ли что интересно скажет так в очки вот это вот ваншот как раз вовремя это была моя очередная пост поставь и дракон у нас есть ну 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 вперед-вперед-вперед и дракон меня жирает здесь у меня не долет довольно служечно блин а я разве допрыгиваю там и кажется большинство здесь будут вздыхать если будут проходить эту игру и хера у демона лицо только что было я увидел о сам ваху и происходящего блин а че я туплю я ж могу этот сьюзать да оно да могу отлично поехали да тихо-тихо-тихо-тихо у а то есть он у нас будет нападать канал на это на блоках тебе что-нибудь нужно так а что-то с шляпой блин он опять про мельничку рассказывать улучшение блин жаха что здесь мало вообще лучше не я тут скорее всего игра уже заканчивается что а в в в в в Ауч Ауч, ауч, ауч Тихо 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 Это мне предупреждаю, да? Добро Сохранение Ладно Бля Тихо Тихо А как мне тогда... Блядь Ладно Почему, 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 скажи, ты не поднимался наверх и падал вниз? Блядь Мне кажется, уже мне пора отдыхать от этой игры Хотя бы сделать перекур на какой-то промежуток М-м-м... Можно, 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 можно сделать одну сейчас вещь, покажу. У меня просто она не получается из-за того, что я спешу. Бля, короче, нужно спрыгнуть вниз осторожно и копьями зацепиться за фонарики. Слишком много куда можно упасть. Короче, как-то так. О, чертяка, я заплатил, уходи. Продолжение следует... Готово. Готово. Так, вниз. Там у нас пропасть. Босс, наконец-то, да? Давай, скажи, тут босс сейчас будет. Давай, лучше, ладно. Керню с дьяволом. Почему? Ну, что перестали мне рассказать про боссов. А, кажется, это еще не босс. Кажись, это у нас пока что мы убегаем. Поэтому, как-то так. Ой-ой-ой. Тихо, он меня уже догоняет. Да, нормально. О, чисто повезло. Он уже был вот притык-притык. Ну вот и. Чат. Почему ты не хочешь мне рассказывать? Босс. Босс, где босс? Не, ну это... Понятно, что здесь. Здесь можно не догадываться. Так, а насчет вас, вот. Ай. Так, тут проход у нас есть. Там и есть проход. И тут я мог пойти за проходом. Ох, опасно, опасно. Не, не хочу я. Давайте сюда. Отлично. Легкое, лёгкое, лёгкое. Просто лёгкайшее. Лёгкайшее. Чат. Ай. Короче, я просто не успел. Просто вот так. Блин, понимаете? Просто не зацепился. Просто не зацепился. Блин, почему ты... Ладно, не горим, не горим. Я же много где сгорел за эту серию. Ну и не за эту даже серию. А в общем. Значок силы. Сохранение. Босс! Давай, ты уже сколько раз я тебя встречаю? Он не хочет разговаривать про босса. Он меня догнал. Догонит. Он меня догнал. О, ну чёрт. Ладно, погмыли. Блин. Чертяка. Я тебе нужен. На самом деле, это малыгра будет, знаете, чем-то схожим на Dark Souls. Я просто вот эти, когда осколки увидел, да ну? Где-то что-то душу, и это оказывается осколки времени. Приятного раза в одну и ту же точку. Почему? Вот тебе такой-то полный. Ти-ти-ти-ти-ти. Короче, замок времени, вот этот уровень, самый долгий. Блядь, я упал, я упал, я зацепил. Ребята, вы сами видели, я только что зацепил этот камень, чтобы прыгнуть ещё раз. Классно. Ей, бой. Я представляю, как я буду с ним драться. Ну, а если, конечно, босс будет не дракон, тогда я не против. Я сейчас уже палец все сломаю. Держать кнопку... Вперёд очень долго. Блядь. Изи. Изи недопрыг. Изи нужно было прыгать с платформы. Изи, пожилые, п hierцены. Изи. 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 оси и хрен о наконец-то битва с боссом неужели давай рассказывай мне про босса уже чатик после этого уровня и я не знаю что будет дальше но пророк попросил меня не на данном этапе твоего путешествия повторить для тебя одну фразу ладно послушаем что же я всегда хотел попробовать говорить таким голосом послушать вы это день гонес на вулк так и вольно заставить своего спасителя почувствовать себя в долгу перед ним и что это значит я точно не знаю но если не что другое не сработает атакую огненными шарами так хорошо жил-жил-жил не я тоже слышал он погнали выйти погнали все последний босс нужно использовать огненные шары хорошо воспользуемся советом дракон да небесный дракон великан а его еще только по голове нужно бить вообще каефт а его еще только по голове нужно бить вообще каефт и а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ах ты ж, блядь, ты хочешь, чтобы я по этим огненным шарам к тебе шел? Да не, я ебанусь Блин Не, на самом деле это тяжело сделать Так вот евро, почему? Да не, я ебанусь Да не, я ебанусь Гомюк сделал до хера мне урона Ай-яй-яй-яй-яй Блин, я щас дохну, вы гоните Ну, вы поняли А хотя, знаете, что я могу сделать? Я могу сюрикен один оставить Чтобы был И заюзать его уже на вот этой вот фазе Я думаю, что это будет идеальный вариант Или вообще лучше их оставить на последнюю фазу Хорошо, допустим, по два удара могу сделать Ай, зла, зря Готова Готова Блин, почему ты именно так начал атаковать? Блин, я уже начал нижнюю делу атаку Можно было мне... Ой-ой-ой Так, всё, начинает мигать Он начинает мигать у нас Это значит скоро ГГ Давай-давай, ты уже мигаешь Ты шо, думаешь, я щас зарядь тюркиности я собираю? Готово Лучшая фаза для сюрикена это вот этот момент Чтобы не сдохнуть Ооо, как мило Я уже давно наблюдаю за тобой, гонец Ну, кто ты? А, значит, моя маскировка действительно вела тебя в заблуждение Жаль, что ты освободил моего питомца Но это уже не так важно Теперь я уверен, что ты смог... Что смогу одолеть тебя Теперь я уверен, что смогу удалить тебя Ты О-ха-ха Удивлен? Типа, пора заплатить за то, что ты сделал с моим народом Каким и дерзкие слова Из... Уст такого не под... Искателя приключений Приспойня ждет тебя, гонец Наконец-то свиток будет нашим Теперь будь... Осмотрителен Вау, типа, с небес сразу в ад Кайф Да, исподня 40 минут идет видос По этому циспиздос Давайте на этом заканчивать Я уже буду ложиться спать Уже сейчас начнем Поэтому и всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Всем удачи И до новых встреч, друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok